добрый вечер добрый я тут послушал у вас рука болит а якобы в этом деле но более-менее как бы ну лечу ну лечу сам и как бы людям помогает так вот первое делом это делать надо ну хороший массаж и с этим с маслом которым писала это очень это такой способ лучше нету у меня болели все суставы все суставы наши от ног пальцев и выше все болело у меня вот я вот только с помощью вот это вылечил без врачей без всего врачам я в общем-то не доверяю я это понял ладно про это говорить и вот выговорить это уже я делаю для меня такое маленьком а лишь на том что у меня руки-то вывернуты были когда меня там это крутили то в органах то ну а теперь я настоял на коленях на холодными видимо нерв там воспалился плечо вот даже задевать нельзя было сегодня я вижу задеваю пройдет вам так лучше видно добрый вечер ну конечно пройдет когда там будет там все пройдет я знаю все так вам как видно-то у вас как-то так тускло все а ну-ка дай тот свет тускло где-то у вас вас или там камера что-то так а ну сейчас резкости у вас это нету что так лучше ну да ладно лишь бы лишь бы порядке все ладно вы сказали что болит я хочу вам это помочь потому что и поэтому как сказать способы я это принесли я знаю завтра могут мне это попробовать дело что массаж делать нельзя не дает прикоснуться у меня такое организатор я вам говорю я я знаю я знаю все это я просто я это все проводял как и ну на практике все проходил сам лично как все надо делать и вот вы говорили у вас грыжи есть и грыжа уходит без без всякой этих вмешательств грыжа уходит все уходит это я все проходил грыжи раздавленные межпозвонковые эти не уходит никто ничего не мог сделать я вам говорю все может делать без операции но не могли что может делать без операции очень хороший массажист был потому что врачи нет это не не врачи все уходит это я все народный метод я все проходил после надо знать методы я года я все сам проходил то есть у меня было каждый год 20 раз и меня в больницу возили с спиной спиной вот тоже самое просто надо знать методы лечения и все прочее это вот именно так все лечится все лечится пицца я просто хотел я знаю какие боли как вот руки болят так сказать а спина болит это проходил я все дело у меня даже был сарос печени ладно про про здоровье выписались болите я настройки рада мне просто сказать людям как видите когда говоришь долго доходят я уже кончил говорить а вы еще ждете когда дело в том что я настройки работал очень большие тяжести у меня раздавлены межпозвонковые эти вы вылезли они меня заблокировали мне нельзя было шевелиться и меня где только не возили тут и санатор на еще только не делал меня на коляске возили пока не сделали операции тут народным методом лечит казах один просто прирожденный массажист и он пробовал приезжал на дом ничего не помогло пока не сделали операцию операцию сделал я хожу уже лет 15 свободно но у меня две грыжи еще осталось на позвонке на позвоночнике потому что когда тащишь большие рельсы или что-то кто-то лукавит и на тебя ложится тяжесть двойная тройная и уже не бросишь вот так так что у вас там может что то есть нужен вам у меня слава богу просто хотел вам как-то чем-то я это принял вам уже влечье было возможно невозможность будет мне помажет и потрут сейчас уже второй третий день мне уже полегче было простыла и она воспалилась говорит назвала это не не вред ну знаю 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 такую знаю воспаленный нерв его ничего трогать надо к печке прислоняться спиной хорошо прогревать плечо чтобы ну советы сегодня мне давали тут тоже на правильно это этому русская печка лучше нету да ну ладно здоровье лучше нету понятно я тут как-то ну я тут как-то постелил вас опять там что-то грязь делал это льутся грязь льут на вас слушайте каждый делает то что умеет что делается в интернете против рамзана кадырова то международная вся мафия собралась все любыми путями его убрать и клевещут непрерывно льют просто реки я знаю что это такое а он фактически замок сдерживающий оттуда весь наплыв через кавказ за ним надо усилить молитву что бог его сохранил я сегодня послушал кто нападает они сумасшедшие на меня которые нападают они нормальные люди то и точно так на него они нападают они не сделали тысячной доли того что он сделал вот сказал там женщина выступила он там ну что-то где-то ни одного обвинения нету просто мерзость одна им надо чтобы полностью убрать россию и они тогда не успокоиться а их тогда нигде нету их первых стенки поставят если его не будет тем которые идут сюда им никто не нужен а эти которые сейчас кричат за понюшку табака тебя продадут я послушал сегодня время было вижу что они одержимая демонической ненавистью к нему он лучший представитель глав администрации региональных лучше его никого нет сегодня он самый это точно да это точно я его тоже нашеть уважаю порядок он сделал там никуда не надо делать вот вот таких нужен нам губернаторов тогда будет нормально их нету больше нету в самом маленьком деле везде участвует сам садится за руль едет разбирается и тут же его арестовывает там коррупционер один был тут же промы и все снимается все в школе подрались ученики он уже в школе делает разборку на него убийств подослали киллеров там человек 18 задержали то я не подержали сколько он вывела на площади родители он начинает каждому и прощает это вообще он он христианин по поведению то кто когда киллеров отпускал он горит я сделал все что мог работа есть люди живут за что вы меня хотите убить ответьте ни один не отвечает они бесноватые эти люди которые желают смерти другого то что дьявол есть человек убийцы и лжец но мы эту тему тоже закрыли по духовному что-нибудь у вас какая нужда может есть что-нибудь спросить да нет все это слава богу как сказать все это вас тоже читаю слушаю так сказать все у меня слава богу то есть сказать это стою стою я утром поставлю ролик вере в истине ролик утром потом будет называется подлинный лик московской патриархии там наша сестра приехал рассказывает я там частью запустил концовку сегодня утром который давал ежедневно я ставлю там ролики а завтра я ее поставлю утром рано если господь позволит как она уехала 90 километров и как с ней обращаются за на улице стоит храм не запускают уже девять месяцев на жаре на холоде 30 градусов мороза она на улице стоит у нее валенки обтаивает не запускает храм потому что со мной знакомо и архиерея благословил я благословляю и храм а папку не пускают уперся и все да какие они они как будто от роде дьявольская ведут себя полку кого пол 9 месяцев женщина стоит 30 градусов с лишним было жары а сейчас 30 мороза и она стоит на улице от храма не отходит это вообще свечи неслыханная когда церковь православных проходной двор там вообще не дисциплина не пить ими не оглашенной здесь ничего нету проходной двор базар и только один человеку достоится такой части быть замеченным и чтобы не запускать ее то есть это особая горьца душа помещенная богом ну повод один это что она знакома с вами дает начали наши общие наши поводы даме она приехала туда поселилась там на это ее родина но они-то знают она знает писание она очень верующие она бывший директор магазина и обратилась богу и тут она в ролике все это будет рассказывать как она познакомилась как пришла а там она вообще никак просто приехала и пришла в храм и сразу и выгнали за то что какая причина такое как он сказал за то что знаете со мной то есть она должна стать такими как она они тогда они то все нормально то есть это убийцы киллеры духовные да жалко конечно очень жалко жалко и печально но по-другому очень печально потому что сама патриархия образована была 4 сентября 43 года стали нам убери это кровь гниль от еще от веней во всех структурах причина того чем они другими быть не могут этот яд ехидны он просто стащится из них они вообще ничего не имеют отами нападать что-то у них есть нет ничего нету они хулиганье хамьё ну видно какой-то там процента есть но есть такие без совести 0,3 десятых есть которая знает что-то 0 целых и на 300 человек один это исследование показали из мракоязычества я могу вам материал то скинуть везу в университете проводила кандидат наук пять лет на 100 групп на 300 моченых которые называются крещеным только один что-то знает все спрашивают неверующие священники они может вообще ничего не имеют за собой и поэтому же надо заботиться самому о себе здоровье трудящихся дело самих трудящихся михаил иванович калинин но как тогда быть простым этим пихожанам молиться что бог открыл глаза и начинать работать молиться за священника за патриарха за всех чтобы бог дал духовное рождение как другого пути то нету христос пришел единственный бога избранный народ которому явился я пришел к погибшим овцам израиля скотомогильник никого живого нету к погибшим овцам израиля а один 12 и она говорит пришел к своим запятая свои не приняли кто его распял то его женили римляне только выполняли а придали то кто его римлянин хотел отпустить его отпущу вам одного нет разбойника я мы примем а его нет что тут говорит это наследники их мы это даже знать и работать сатана сильно лютует он сопротивляется потому что он знает здесь есть жизнь мы даже проповедь вести от смерти к жизни от тьмы к свету не просто пришел отстоял и ушел чтобы люди видели где жизнь где смерть ты узнал это неси этот свет а улей как плохо я уйду а вот этого делать нельзя тебя господь здесь призвал ты тут трудись как павел говорит призван рабом оставайся на себе может сделаться свободным я бы мог трудиться среди немцев мне очень нравится народ я по-немецки там проповеди говорил у них но я русский я нахожусь здесь где родился там пригодился а что против говорит это знамение божие что я не такой как они значит меня бог выделил из этой группы и он показал путь свобода они из-за чего не убивали апостолов пророков зачем говорит степан как того из пороков не гнали отцы ваши кого ни одного не могут назвать как или агат один я остался пороков то их убили всех и моей души ищут это значит путь христов желающий жить благочестиво будут гонимы если бы угождал людям не был бы рабом христовым это несовместимые вещи жить не поврежден и несожженной совестью сегодня это уже подвиг а если ты это еще пускаешь на полную мощь своих сил это уже из ряда вон выходящих да таким как вы трудно потому что приходится в жизни что-то приспосабливаться а если не будешь приспосабливаться вот тогда твои жгани надо говорить правду на люди правда ты не очень любит все записано выставляем в интернет вы не против да я какая разница мне не скрывать нечего не скрывать нечего вот здесь я здесь и у меня здесь меня друзья с нами все знают какой и есть такой есть мои мысли мои эти самые все как есть вот я как сказать православие люблю ну и считаю что больше лучше православия ничего нету вот тут и надо трудиться тут вот вот здесь я и как бы сейчас принимаю какие-то там усилия кто около меня есть братья сестры и по крови и так объясняю всем что чище православие ну я имею православие истинного православия что то есть но это это везде есть какие-то погрешности волки то они везде есть просто их надо этих волков наши обличать шкуры убирать и тогда волка увидишь видите наемник и пастырь увидит волка грядущего и бежит вот нужно чтобы были истинные пастыри чтобы защищали от волков они сами пастырит эти наемники то превратились волков бросает пасту а волк приходит это расхищает и нужно чтобы это а вес овцы могли постоять за себя за свободу тут труд непочатый не надо их не бояться ничего потому что господь сказал не бойтесь и не ужасайтесь всему надлежит быть все предупрежденное если только что-то не так и высказывается против их него мнение или что там сразу ты уже не тут или в тебе без будет тебе дьявол и еще что-нибудь то есть мнение самый сам это расходится наш ты уже уже не их не описание нас предупредила блаженна когда изгонят вас блаженна велика ваша награда то есть награда велика а кроме того будут убивать и будут думать что служат господу это все у нас сказано у нас другого пути нет гнали меня будут гнать и вас слушали меня будут слушать и вас писание нужно знать она укрепляет нас ну да ну это везде вот сколько я был везде при себе то везде так если ты говоришь это что-то не то тебя уже игнорирует и не понимает это в любой общине в любой там это что-то везде так куда только не придешь по ту песню на которой они поют это же любовь на придешь и что-то скажешь это сам это у меня может это тоже уже скажет им жених интересно меня многие спрашивают которые знакомые вот как начинать вот как община образовывается на книга у меня 30 топов открытым ухом мы третьем томе говорится как община образовывается там материал пособие по изучению евангелия от марка два-три человека чтоб собирались пригласили батюшку как правило в священнике никак не пойдут они мгновенно объявляют войну где бы то ни было в хабаровске в воронеже стивастополе разницы нет никакой они одинаково это одна когорта евангелие не чтобы люди не знали они стоят на страже потому что во свете библии они никто и они как огня боятся библии бывает священник который занимается там все по-другому там облагораживается вся окрестность поэтому надо заниматься и не идет вот и занимаясь а он будет отлучать это его дело ты занимайся ты должен знать писание и чтобы господь наградил этой харизмой огненного дыхания духом святым чтобы каждое слово которое ты слышишь видишь считаешь она мгновенно попадала в прожектор священного писания у тебя все эти вопросы просто сразу по-другому будут выглядеть и сам вопрос будет ставиться так чтобы в этом непонятном еще найти нужное необходимое до спасения моей бессмертной души я вот несколько дней занимался знаменитыми людьми тут через интернет по что в книгах не все раньше было писано от меньшиков этот ближайший к петру первому попал в березово как его все отняли сквозь суворов был кутузов я всех военных по порядку там баркладе тали и все наполеон как будто никогда не было воевали убивала или там награждали как будто никогда не было и андро тоуз говорит иди посмотри на кладбище где князь где раб зловония ничего больше нету а тоже думали что сказали как сказали преследовали за одно слово человека сметали а теперь это слово вообще ничего не значит император очки там за себя били цари и скажи нигде нету к стенке поставили расстреляли ничего нету надо научиться мыслить категориями вечности с той стороны глянуть как это увидишь что все ничто важен только господь христос и мои отношения с ним поперек никто не ставит ни епископ ни начало ни будущее кто отлучит от любви божией никто никак поэтому ратуя любви к богу а в этом свете ты будешь любить и ближнего сказать ему нужное никогда не укорачивай не кастрируй свою мысль выжди момент когда бог скажет пора а теперь иди то по параде жить это не так легко по правде ты не можешь жить выборочно с одним по правде а другим нет так же как и зло она выборочно не бывает один это я дома не ругаюсь не матерюсь я вот еще парашу закрутил завинтила внутри то тоже самое а пришел на работу он тут кроет три этажа дом он культурный человек георгий максимович а пришел у него совершенно другое я как-то в кровой библиотеке добивался долго что пропустили в архив музыкальный архив где мне нужно было речи ленина сталина я оформлялся тогда этих на кассета где-то ну и близко познакомился принес там что-то подарил они меня запустили на маленькой разговорились я говорю она стоит с ней дочка лет 16 я говорю муж что у вас не ругается нет он не ругается он зачем он архитектор то другой а он подошел в это время но я говорю можно с вами познакомиться пожалуйста я расскажите вы материтесь я нет вот она как я же говорила нет я бы подождите еще не все а вы дачу строили дачу да но было так что вы промахнулись и вместо гвоздя по пальцу ударили да ну и что так я заругался говорит она такие глаза гоши вот я бы подожди через все теперь я говорю во время когда у вас там перекура перекура все восемь часов я говорю мужики как раз-то травят анекдоты паха об этом секса патология говорю вы рассказываете такие да она гоша я говорю ответьте вы 18 лет живете не узнали а за 18 минут узнал больше она до того удивилась я хочу удивлять это такая жизнь как сейчас евгения родионова там они канонизировать надо он ходил церковь ничего этого не было все это как у серафима саровская биография самая большая на 12 томов самая большая 51 страница она петра и павла только 12 страниц это все накрутка это там все придуманное потому что дмитрий ростовский обладал талантом писателя и он все прямой речью видела нигде никого нету не сохранилась и 4 века прямой речью все говорит я насчитывал я знаю эту историю как они высчитывают как про матрону школы а наград сильно священников обречала когда комиссия по канонизации было не год это не пойдет это никак нельзя надо вычеркнуть и вычеркнули так это уже не матрона вы перетерли уже несколько раз пиши как было вот павла биография я гонитель был я убивал людей христиан и не достойно называться апостол вот это я понимаю или давид говорит я совершил два смертных греха 10 же он не хватило отнял самого лучшего своего охранника у полковника а его убил 50 псалом вот это я понимаю почему у меня библия сразу захватил она ничего не скрывает а сегодня такую биографию напишут его даже умирать не надо душа канонизирован как у нас тут освещенники говорили он а то есть семён он в разведке был он там такой я даже а я пищник поэтому печку то делаю разговариваю с ним и обратил семена говорят в разведке были и а то а он был ростом метр семьдесят кажется и сто пятьдесят семь килограмм весу вообрази куда-то его увидеться закинами это надо смотреть было как хоронили его из говорить слух нельзя на полгорода зловония была групп поставили в огромный сын к вы такой тасс и когда стали сносить агреской как все это полилось из него то там река целая но дело не в этом дело в том что я встречался с ним я говорю от говорят такое я да нигде не был я в обозе был лошадь дали он лошадь что там подвозил на кухню нигде я не был никогда ягра авито считает да как это так да не было этого одно тут лечить шепчет бабка то но я услышал пошел думать скажу я нельзя этого делать как нельзя у меня отец семён своих детей крестил это лечил лечил я пришел ему говорю так так дох врет она я не они я не лечил детей своих у ней люди то говорят неправду много есть такую а тут у нас был священник он сидел в гулаге и когда сорок третьем году дали указ выпустить его выпустили но это натерпелся и когда он уже облачился в алтарь то вошел он служить не смог он упал ухватился за престол и плакал и плакал что он там видел а теперь то ему надо чтобы его опять не взяли ты я к нему прихожу а он все время выйдет и у дома как заваленка ну дерево обито деревянно это и он на ней сидит а все время на глазах чтобы видели что он тайна ни с кем не разговаривает а мне нужно было кое-что узнать полезное такое а я приходил и говорил симон и гоня только никому не говори у меня микрофон рукавец стоит я все записываю 2 важные вещи тут священник один предал другого и он все это рассказывает но умерли тот и другой 3 кого предавали все умерли так что сегодня тайны нету никакой он с украины тот был очень хороший проповедник голоса по отец владимир то я его не захватил но его надо было убрать и он принял принял в беларуси племянника своего а племяннику захотелось на его место а племянник кгбшник и он сделал все возможно чтобы убрать он зал где он там на украине был и он там работал полицаем то есть он сдерживал народ в рамках там не было убитых как тут поднялись это кого к нам в барнаул прислали это что статья пришла а я откуда знаю он заходил все время у одни ванну она была у нее печку делала все рассказывает как они его сильно любили он пришел говорит наверно заберут меня и он все говорит и как от отец-то роман не рассказывает и ста сидел этот играть не я не я тебя предал то это другое но я знаю он как ведут себя гбш не но дело-то не в этом дело в том что перед богом-то предстанет и тогда будет так тот который говорил он невиновен против которого говорили он невиновен он такой был его куда-то послали и он говорит пасхальный день я как вышел ни одного человека нет уборщица она стоит пасхальный день никого нету в церковь и ходили то но он стал говорить проповедь и проповедь и уже через год у нее весь храм был полный он очень хороший был проповедник мне рассказывали вот и всего живое слово 7 стал бросать и поднялось все эти которые что делали то они нигде неизвестно о нем разговор идет голоса по тесу владимир я вот это по фотографии смотрел мне такие люди и очень импонирует нравится вот так не говорите так думаю что дальше будет если вот так все пойдет на это лето предсказывает большие перемены ну я так вот тоже читаю смотрю сам это разбираюсь ну ничего такого доброго то окажется не будет ну и по идее то так наверное должно быть почему духовный мир если ну с точки зрения посмотреть духовности и и очень при принципе надо и и нету все законы духовно они пошли что все нарушены поэтому нужно пламя нужен огонь чтобы человек снова повернулся к богу а больше никак только через боли через страдания еще можно а если вот так вот это бесполезно с болью рождается с боли умирает человек так назначено ему ну и когда читаешь писание там также будем приходили только через плен через страдание а так у них было все прекрасно они обратно уходили кидалом это вот есть образ тот который был а у нас тоже самое в россии еще может более-менее а если посмотреть запад и все прочее там тоже вообще уже гибель полная настала вот смотрите как я маленько прочитаю вам вы это знаете серахов 41 глава о смерть как горько воспоминание тебе для человека который спокойно живет своих владениях для человека который ничем не озабочен и во всем счастлив еще в силах принимать пищу о смерть отраден твой пригороды человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор от господа над всякой плотью и так для чего ты отвращаешься от того что благоугодно всевышнему десять ли сто ли или тысяча лет в воде нет исследования времени жизни вот и все просто и понятно вот даже тридцать восьмой главе 2 2 стиха вспоминая приговоре надо мною потому что он также и над тобою мне вчера а тебе сегодня нужно научиться болеть и умирать это большое искусство ну да я смотрю на сергея козлова ну да столько лет лежит я все как заболеть что-то у меня я сразу сергея вспоминаю думаю да у меня там ничего и не болит представь лежать на вытяжку а он говорит как-то мы беседовали с ним вчера кажется долго и я ролик его выставлю может даже утром сегодня очень интересный ролик будет очень даже хороший ну и он говорит сейчас бы чемодан с долларами поставили сказали вставай здорово идеи живи на полную катушку я бы город не стал вот какие слова говорит это урок это подвиг это подвиг потому что у людей тут немного немножко только заболеть все уже падает не может болеть а тут уже 14 лет лежит так он показывает когда живота открыл у него какие трубочки как это отсасывается как что-то идет я не могу у меня все сжимается его прямо болеть готов бутенко был такой академик и он говорит когда учился и считал какие болезни и всеми болезнями переболел такое он улучшение было раньше придешь поликлинику на столе лежали описание болезни а потом их убрали никого нету люди когда приходят еще не лечили свет уже заболели я я конечно перед ним это сам это поклоняюсь это 14 лет лежать и быть в добром духе здоровом духе здоровым вот у меня наушники вот глазок там кажется колонки это все вот приобрел через других то те пришли мне поставили понятно как он заинтересован чтобы было хорошо и интересно я говорю я он многих это дает как сказать пример пример многие многие его мы увидев тоже это сказать богу приходят да помощь себе только у бога в любом страдании в любой болезни помощь только у первого дает бог и пика и страдание болезни переносишь намного легче намного лечу не как-то помогает как будто несет а люди которые болеют без бога ох как они страдают вода прежнего нету я же говорит даже не охота он живет этим а теперь теперь то он другой а у него ничего нету как лев толстой говорит с одним там барина был знаком он говорит сон такой страшный видел он нет какой иду вот у меня во сне и вижу два холма и такой ветер вот как убили его там на зря айтона воздух засасывает а и меня сильнее сильнее затягивать и как ближе только туда уже потянула я вижу что я нахожусь а в промежности у женщины холмы то это ее оборудование то а лет толстой я поверил ему потому что всю жизнь прожил в блуде я как был неутомимый в этом вопросе такой же вот и все он вызвал там один пишет тоже вызвал но он живет этим но все же увядает у него уже ничего нету там уж опустела и вот он тоже заказал приехала из это я съемная там она приехала а вот они куда не годы так он попросила чтобы она в баночку ему пописал и выпил при мне ужас какой и правда правда прямо интервью в газете дает он живет этим и у него интерес это никакого больше не было он здесь сейчас показали такой именно фильм фильм он там она турчанка была в немец и деньги такие платил и увидел в публичном доме и полюбил их себе перетащил ну и еще не получилось еще то она ему сказал он ее ударил и убил вот так а это мне понравится воспоминание у паустовского константина константиновича а сын ему будто бы спрашивает и говорит папа почему вот мама какая-то все делается светлее и светлее а ты мрачнейший мрачнейш мама идет на встречу к молодости вернется будет как христос она в это верит у нее радостная встреча у меня ничего нету я совсем расстаюсь и только одна могила и лопух на ней и поэтому ясно впереди то ничего нету с каждым днем ближе к расставанию она с каждым днем ближе к встрече мы смерти то не знаем смерти лет есть переход только и поэтому угроза там радости мира они ничего для нас не значат значит только одно обещание божье я приду и возьму и как в писании написано как ты будем подобны как он и толкование святых отцов блаженна филак о подумать страшно будем подобны ему тела наши о это рассказывает когда молятся буддийские монахи у них главный у нас господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного они молятся о маны под мохом ты сидящий в лотосе а дальше он сокращает молитва маны под моху уже не говорят а когда уже до совершенства дойдет у него в такт сердце работает ну как у монахов монах на то все буддийское то и он выходит смотрит на небо только о-о-о-о одного осталось удивление то тут понятно это общее восторженное отношение переход на третью ступень ты достоин всяческой хвалы считая небеса пропадут славу божию дела круг вещает твердь 18 салон то о господи иисусе слава тебе господи хвала тебе а если уже ничего не ваш говори аллилуйя все в этом без бога жить я понял что это жизни нету и которые люди без бога этом общаясь с ними они в страхе в трепете особенно когда умирают в страхе в трепете так они никому не нужны у него окружение такое батюшка приехал тут незнакомый и говорит подходят молодые говорит он и она ну на исповедь батюшка теперь совет нам дайте благословите нас и говорит отравить тещу яду и насыпать мы так устали с ней как же я могу благословить на это чтобы отравить ее и чтобы греха не было благословите стала рассказывать у китайцев есть такая разговорка она тоже пришла в дом то любит его со свихровкой дела не заладились но набилась билась и уже каждый день до потолка пыль то но она узнала в соседней деревне там есть которые чародей помогает она пришла там принесла ему заплатил игр дайте мне яду а что такое жить я нету со свихровкой то у это большое дело он-то пошел это дорого стоит только ты понимали нику чтобы она не замечала это надо и скрошить мелкой ки и подсыпать где-то ну но только чтобы она не заметила поэтому ты измени отношение к ней ласково говорит так улыбайся ей и чтобы она постепенно будет засыхать и она в течение полгода умрет прошло полгода она все ласково ласково то тоже лаской и тогда полгода уже проходит то она к нему опять прибежала туда другое деле ты дайте лекарство чтобы этот яд то из него вышел то у нас такие отношения установились да я тебе ничего не дал это богородской травки там накрошил тебе дал он приправа то дал какой с любовью с ласка да обними ее да скажи мама сколько ты надеялась она я то и действует все любовью бьется все любовью да вот старые то люди когда даже болеют даже совсем не гожи даже трудно ухаживать но у него и окружение такое то они за ним ходят они дежурят не досыпает ночей да какая от него польза то ой мы как подумаем что умрет да как мы осеротеем то мы только вот и мы живем а то у толстого есть два старика рассказ или сета в тарасе кажется или эфим они ходили на поклонение герусалим то один такой пчеловод а другой строгий крепкий ну кулак настоящий то ну и все простились и когда они пошли а дорога натулись на украине деревню там голод но он горит и иди я тебя догоню зашел а никого в доме нету и кто-то стонет он подошел мальчишка маленький уже умирает голода то но он видит куда идти дальше то он скорее в магазин побежал купил хлеба там развел наварил каши покормил их из-под них пока убрал все а тот подождал подождал нету эфим то ну и пошел наверно не заметил я-то отдыхал грит сидел то а тот думаю теперь мне его не догнать или сета до остался пошел корову купил но и деньги то все и вышли то и теперь-то а тот дошел думать на корабле увижу на корабле переплывал нету ну горит там когда как кресту будем подходить и наконец-то он увидел он стоит а или сей этот который остался то там с больными то у него лысина она блестит и видно ее и он к нему-то биться но народ зашатался в храме то и он и к нему не подошел то ну и обратно один один и идет расстались а он там все сделал выправил там дом все взял и вернулся домой родные что говорят еще говорит не получилось как-то отстал и все да ладно и он опять на пасеку а у того-то и фима то все неладно сын запил хозяйство пошло и когда он вернулся и келесея подошел а ты давно дома да я давно вернулся бог не сподобил не сподобил я-то ходил говорит а ты не ходил да кто там был то впереди кого я видел а он подошел к этой ты стал я рассказывает а или сет это не надо ничего тут и здесь не было там он а он зашел обратно в тот дом кому он помогал татьяга какой человек был мы же помирали а ребенок ищи деду пить и он в это время дал до корову купил до муки привез лошадь купил дают плуг купил мы сейчас поле год уже пашем это ангел наверно был его и ушел он да что за человек такой о нем уже там легенды идут а это то идет из был я там а был ли душой то богатые бедные это еще не все сердце любовью она если открыто а если такой все пустое у льва толстого такие вот эти у дики очень хорошие рассказы сейчас притчами ставит православная церковь как ночь это у чехова такими же самые рассказы почему почему господь сказал что это не носил вместе а на всяком месте в духе духе и с ним поклоняться не надо куда-то бегать куда-то идти а у дед и есть вот тут и и служи интересно у меня мама мария егоровна 12 ребятишек было нас живых только в десяти романа 5 сыновей под дочерей и как-то разговоришься маги мне так охота в келью в келью она говорит келья келья то есть она в душе осталась монашкой вышла замуж дети тут отец вернулся с фрунтом у него вот так культяпка только была левая рука то да не все она сама косила сама все делала у кого надо руку это уж в руби дрова это отец не уже не как он а лошадь там поехать метать там это все сама мать и с ребятишками где-то и вот в душе осталось она такой другая монашка только мечтает кто бы из монастыря вытащил женился а это дети пошел к я она только в келье я хотела она в душе монашка была моя мама была 14 14 выжила 6 подкажешь вот отец и умерли вы выжили крепкие там рупа чехи было 24 24 но умерли там кто-то остался вот дмитрий иванович менделеев был кажется 17 ребенком семье другая была история ежегодный прирост населения чистый прирост 35 миллионов был до революции а сейчас чисто убыль по миллиону то что спрашивать нечего как бог даст эту землю другим людям лучше нас поэтому нужно только бога прославлять за суды его правды мы суды они 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 как сказать суды более любить надо они приносит на благодать и мир и опознание истины это не те которые люди судят это суд божий а суд божий это есть любовь эти когда вот это как я понимаешь сусу божий это если любовь тебе лично когда ты ишь благодарю тебя господи за суды твои я вспоминаю когда был прорабом работал дарми еще узнать ты только по книжкам что знали ну и этом месяцев на 7 работал без выходных и две смены каждый день строго режимном лагере наряда там закрывать 6 объектов 250 человек а я кто такой то никакой еще там 19 лет только было то и поэтому я там а у вас там столярка рядом прямо в одном помещении двери только разная прорабская и тут не холодно было но я доски набрал а там гробы все делал я себе групп сделал стружек наложил и в нем спал маленько палочку подложу чтобы покрышка то не плотно было чтобы не задохнуть это утром уборщица пришла и возле меня то стучит там ходит а я потихоньку гроб то приподнял то она чуть на мое место не легла я вашей жизни тоже поражаюсь так что я перед вами тоже как перед человеком преклоняюсь и ничего сказать против не могу ну ладно тогда все расстаемся сегодня всех вам благ божий благ да это вот володя у меня снимал здесь вот он я уже понял покушайся я уже понял никита где ты там ну-ка подойди никита уже это здоровится чувствуется он уже это молодец никита ну иди сюда быстрее подойди поздоровайся брось там самому кашеварит там ужин готовить молодец никита уже растет я вот обижу что беги скорее мы не можем ждать время то идет вот он где первым привет собрать никита я смотрю какой ты был и какой стал лучше стал заметно да ну слава да вот даже по лицу лучше стал вот лицо стажем лучше вот трубы какой-то угрюмое а сейчас тебе уже такой как английское можно сказать молодец молодец учитель учитель есть который рядом будет пока он жив будь рядом обязательно все ну давай с богом благ благ это на него что говорят он видишь какой пущеглазый он как сократ вы знаете ну нормально сократ это говорили ты говорит некрасивый у тебя глаза как у рака выпущен он говорит давайте рассмотрим глаза для чего чтобы смотреть или чтобы на них смотрели смотреть так вот у вас они во впадинах только вперед а у меня выпущено я смотрю и по сторонам говорит мои глаза лучше а мне говорят этот рядом с вами то упырь то пущеглазый то он говорит нормальный парень нормальный парень хороший парень отличный парень да все у нас хорошо слава богу благословение господне нам с богом схоронилось господь отключается быстро прям мгновенно все у нас и все у нас